хотелось бы спеть про красивое летнее утро но не буду а скажу просто для меня этот красивый утренний день был крутым и клёвым и вот то что я бы хотел вам продемонстрировать а это левобережный авторынок и как бы вам понять моногеры дилерских центров и для вас демонстрируется то что дает мне возможность и погонять и подивиться и вот это казалось бы то что я должен был сказать всем дилерам посмотрите сколько машин за моей спиной это все левобережный авторынок я любую из этих машин могу взять и покататься так что люди которые смотрят меня вы понимаете что такое для меня сейчас левобережный авторынок но сегодня покажу вам не только левобережный авторынок а то что вы можете здесь сделать и представляете сколько сюжетов в автостоп да любо дорого посмотреть но не автостопом единым мы живем мы вам объясняем как купить машины Ну а перед покупкой вам необходимо убедиться в том, покрашен ли автомобиль. Потому как кое-кто пытается сказать, что машина была в одних руках и только бережное хранение. Ну по сути это бред. Я конечно очень люблю свои автомобили, но вот ведь бывает и правило такое. Все машины БУ, да и новые битые. Проверить просто. Вот такую штучку и вот вам результат. Еще возникает вопрос, а как с гнильем? Вообще как бы понять надо. В нашей магнитогорской металлургической деревне из дивного металла можно сварить любое днище. Главное понять как это делается. А вот пока мой замечательный перец вкушал замечательный шашлык по вполне достойной цене, а это 200 рублей. Я посмотрел куда бы машинку отправить. И нашел без вопросов. Кстати, не так давно я прокатился в несколько городов. А так и не понял, где эстакада то? Города были, смотрите. Уфа, Оренбург, набережные Челны и Екатеринбург. Да нету там эстакады. То есть снаружи машина-то клевая. А как нутро-то глянуть? А здесь есть эстакада. И посмотреть то, что под нищем-то надо. Ну вот смотрите, вы купили машину, да? А снаружи красивая, красивая, красивая и вы куда-то уехали, да? Вот. А потом вдруг внезапно оказывается, что ваши пятки начали скрести асфальт. Почему такое случается? Ну потому что, ладно, Магнитогорск, город, в котором в принципе дороги-то не солили. А как же машину-то посмотреть? И ничего не получается. А вот здесь все нормально. На Левобережном авторынке есть специальная эстакада. Вот мы поставили машинку, а теперь зайдем посмотрим, можем ли мы купить такую машину. Вот я зашел, посмотрел. Я точно знаю, где скрытые места. И что с машиной может случиться. Кроме всего прочего, я еще и вижу, что изнутри. Вот. Да. Честно, не стал бы такую машину брать. Вот. Поэтому прежде чем купить себе машину, все-таки найдите место, где вы можете ее приподнять. А то же такое может случиться. Вы купили машину, ничего не увидели, а потом оказывается, что и совсем все нехорошо. Так что, сори, берем другую. Либо ту же, но после дивных операций с заменой брюха. Кстати, чтобы вы поняли, я такими работами уже занимался. И это был Линкольн Таун Кар из Москвы. За семь лет Москва выяло брюхо. Ну да ладно, хоть он на раме был. Кстати, что очень хорошо. Так это то, что на некоторые машины вы можете посмотреть в интернете. Сейчас сайт такину. Но главное это то, что здесь есть. Помните, да? Машину хочется, а денег нет. Так вот, мы, конечно, нелюбимая Америка с крайне дешевыми ценами на авто. Но для каждого здесь есть кредит. А зная о том, что дивные банки валятся, то количество новых кредитов-то растет. Ну это понятно, для кого я говорю. Есть Аймани банк, есть Плюс банк, есть ПТБ банк, есть Русфинанс банк. То есть банков достаточно много. И мы уже, исходя из потребностей клиента, выбираем то, что человек хочет. Подбираем кредит по различным параметрам. То есть это может зависеть от финансовых возможностей клиента, есть ли у него первоначальный износ, нет. То есть мы готовим заявки для многих банков, а потом уже делаем клиенту выгодные предложения. То, что его устроят и по ежемесячному платежу, и по первоначальному износу. То есть вот такие вот у нас правила. Два документа, как правило, для заявки, для того, чтобы оформить заявку на автокредит, нужно два документа. Это паспорт и водительское удостоверение. Еще одна проблема. Типа нет страховок. Типа есть страховки. И типа вам, страхователям мы дадим под необходимое место. А то они хотят и вдруг, и сразу с нас денежки. И вот она проблема. Нету страховок? Сори. Страховки здесь есть. Во всем городе есть такая проблема. Отсутствие страховых полюсов. Меня даже начали останавливать. Говорят, покажи мне свою страховку. У меня-то есть страховка, это все правило. А если, допустим, в городе нет полюсов, а может ли они к вам приехать? Конечно могут. У нас проблем с полюсов нету. Вы можете приезжать к нам страховаться. Так, 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 давайте зададим вопрос. То есть к вам приезжать страховаться обязательно в воскресенье, что ли? Нет, мы работаем каждый день без перерывов и выходных. Вот так вот здорово. И можно здесь же получить еще и техосмотр? Конечно можете. Мы сразу делаем техосмотры дополнительных страховки. Я так понимаю, что оформление машины этот денег стоит и небольших денег у вас? 400 рублей страхование, о, страхование, договорку продажа стоит. А я вот недавно, получается, свою машину переоформлял за 1000 рублей. Надо было к вам приехать? Надо было. Заявление тоже готовим. То есть заявление 100 рублей у нас стоит. То есть получается за 500 рублей все, пожалуйста? Ну, все, да, все документы соберем, приготовим. Классно. Вот, еще один вопрос. Опять же, вы работаете в субботу, в смысле воскресенье или каждый день? Мы работаем каждый день. То есть нормальный рабочий авторынок? Да, каждый день. Такое же может часто случиться. А, кстати, вот и случилось недавно. Мы с женой брали машину, да? Вот. А потом оказалось, что у меня какие-то проблемы с номерами. Ее вообще никак нельзя поставить. Это вот ситуация, которая у нас была. Я могу эту машину к вам предоставить или любую машину, которая мне понравилась, чтобы вы проверили. А вдруг ли она угнана или что-то с ней неправильно? Да, мы можем пробить по базе, посмотреть, угнана ли машина или нет. То есть верно ли все оформлено. То есть все это мы можем пробить у себя на базе. По базе. То есть я спокойно приезжаю к вам, беру машину и сразу у меня все в порядке? Да. Полный пакет документов мы готовим, проверяем машину. То есть проблем в дальнейшем при постановке на учет у вас не будет. Ух, да и вы-то думали. Пришел, воткнул камеру и взял деньгу. Но это не ко мне. Я со своей камерой вам объясняю больше и лучше остальных. И моя камера не врет. Так что любите и мою камеру, ну и меня. Мы работаем уже более 15 лет. Наш рынок считается самым большим в городе. То есть приезжают отовсюду. То есть республика Башкортостан, Челябинская область. То есть все многие люди знают о нашем существовании. То есть вы можете оставить у нас автомобиль на хранение с последующей продажей. И мы можем предоставить ряд услуг, которые очень важны в данный момент. То есть это страхование, кредитование, консультация по выбору автомобилей. И проверка любого автомобиля на лакокрасочные покрытия. Диагностика механической ходовой части автомобиля. Вот такой спектр услуг мы предоставляем. Что-то сразу где-то стало, почему-то не понять. Ну так понять-то можно. Этот сюжет еще три раза в эфире. И бесконечное количество в интернете. Так что послушайте и поймите, кто вас любит. И это Левый берег. Авторынок, то есть. Левый берег.